Мы говорили о призвании Бога к еврейскому народу. Мы говорили о том, что у нас всегда была возможность отреагировать на этот призыв. Мы рассмотрели Маймонида и некоторые противоречия в его учении. Также мы видели, как эти противоречия Маймонида привели к тому, что другие мыслители, еврейские мыслители, давали неправильное толкование, интерпретации. И сейчас мы сосредоточимся на другом, следующем еврейском мыслителе. Его звали Лео Бек. И в случае с Лео Бек в еврейской мысли происходит поворотный момент. Мы видели, что Коун и Каплан были очень либеральны в своей философии, они уводили людей от Бога. Лео Бек во многом возвратил еврейский народ обратно к Богу. И Лео Бек учил о реальности Бога. Есть Бог, существует Бог, и Он реальный. Когда Коун и Каплан говорили о идеях и гуманистическом отношении, Лео Бек возвращает нас обратно к Богу. И Лео Бек концентрировался более на характере Бога, на качествах характера Бога и на сознании Бога. И частично это было из-за его реакции на Холокост. Потому что он был раввином в Берлине. И когда у него была возможность уйти из Берлина, он все равно решил остаться вместе с людьми. И он был на самом деле уже современным еврейским мыслителем, который сосредотачивался на взаимоотношениях с Богом. Потому что Лео Бек верил, что у человека могут быть взаимоотношения с Богом. И в то время, когда у более ранних мыслителей было такое абстрактное понимание Бога, то Лео Бек теперь уже мог испытывать, мог прочувствовать Бога. И он содействовал, он продвигал концепцию, которая называлась религиозное сознание. И так, когда у нас были верные думатели, которые пытались думать Богу в отношении к человеку, он верил, что Бог сделал человек в Боге. У нас были верные думатели. И когда Каплана и другие либеральные мыслители думали о Боге, как его можно вписать, поместить в человеческое понимание. И Лео Бек верил наоборот, что Бог — это любовь, Божий образ — это любовь, и человек был сотворен по этому образу. И он верил, что часть этого имени была, что человек мог быть свободным, и человек может любить. И также, образ Божий — это значит, что человек может творить. И так, мы видим, что он не сосредоточился на науке, но что человек мог получить от Бога. И Бек, он не сосредоточился на науке, и он верил, что человек может получать откровения от Бога. И он верил, что человек может услышать Бога, и заповеди, митсвот — это не только написанные заповеди, но и то, что человек может услышать Бога. И заповеди для Бека — это не просто как совет звучит, или не просто как хорошая идея, но это повелительное наклонение, это повеление. И он верил, что не существует какого-то нейтралитета или же безразличия, а что Богу было, что сказать, и он это сказал. И он верил, что грех — это грех пришел из-за чувства вины, потому что человек не выполнил заповеди Бога. И он верил, что мы должны верить Божьим заповедям, исполнять их и не отвергать их. И он верил, что через веру человек может испытывать славу Бога. И ключ к такой вере — это смирение. И он верил, что мы можем испытывать славу Бога, если мы смирены. И он верил, что мы можем приобрести мудрость Бога. И мы можем приобрести мудрость, если у нас есть страх Бога перед Богом. И он верил в добро и зло. Он был оптимистом и верил, что у человека есть моральный выбор, моральная воля, и человек может выбрать добро. И Давид для него был тот, у которого была страсть по Богу. И он видел, что так же, как в жизни Давида была благодать Божья, так же благодать может быть и в нашей жизни, если мы смирены перед Ним и послушны Ему. И в одно, он верил и то, что так же составляет центральное место, занимает в иудаизме, то, что у человека нету греховной природы. Поэтому, с одной стороны, он спорил с традиционным христианством, которое говорит, что у человека грешная природа. Но, с другой стороны, он также признавал, что у человека есть злые помыслы. Поэтому, он провел такое небольшое различие, греховная природа в противовес злым помыслам, злым намерениям. И он говорил, что из-за того, что у человека есть злые намерения, поэтому ему предоставляется выбор, выбрать добро или зло. И в основном, он верил в то, что у человека есть выбор, и он должен им пользоваться. И из-за того, что у нас есть выбор, у нас есть свободная воля, поэтому нету такого рока, нету такой рока, которого нельзя, судьбы, которую нельзя изменить. И он думал, что человек создает грех. И если человек создает этот грех, тогда он также несет и ответственность за грех. И он также верил в покаяние на еврейском слове «тешува». И благодаря покаянию, с помощью покаяния, человек возвращается к Богу. И это традиционный взгляд в иудаизме, что через покаяние человек возвращается обратно к Богу. И в то же самое время, он не верил в благодать. Потому что он верил в выбор, что человеку дана благодать, чтобы он сделал правильное решение, но мог выбрать, чтобы обратиться к Богу. Человек должен должен и делать сам выбор, свой выбор. И искупление для него – это работа человека, это задание человека. И не обязательно Бог должен прощать человека, а человек просто принимает решение и возвращается к Богу. И вот здесь он принял и согласился к Богу. И это либеральная философия состояла в следующем, что человек может с помощью своих дел возвратиться к праведности, возвратиться к Богу. И у него был очень интересный взгляд на то, почему храмовые жертвоприношения прекратились. И он думал, что человек может возвратиться к Богу благодаря хорошим поступкам. И он понимал, что не обязательно принести жертву Богу для того, чтобы получить прощение. Можно просто возвращаться к деланию хороших поступков, к деланию хорошего. И поэтому вы увидите, что это стало бы препятствием для еврея принять нужду, осознать нужду спасения. Если кто-то понимал, что для прощения грехов необходима кровь, необходима жертва, необходима жертва Ишоа, то теперь для того, чтобы возвратиться к Богу и принять это прощение, нужно просто делать хорошие дела. И это очень важно, поскольку, когда мы говорим с евреями и говорим о необходимости прощения, то они этого не понимают и говорят, что это не надо, так как все, что нужно нам, это исполнять добро, делать хорошие поступки. И мы должны их направить к Писанию, так как в книге Левита все еще существуют требования жертвоприношения и крови. И это очень важный момент в иудаизме, где концентрация происходит на хороших поступках, хороших делах. И поэтому, что он считал, что он считал свободой, это свободой для того, чтобы делать хорошие поступки, и таким образом приобрести праведность, стать праведными. И дела для него, поступки, это просто как непрекращающаяся цепь заданий, которые нужно исполнять и исполнять. И всякий раз, когда Бог говорит такую фразу со всем своим сердцем, всем своим сердцем, возлюби Бога и так далее. Он говорил, что нужно всем своим сердцем, от всего своего сердца исполнять хорошие поступки, чтобы стать чистым в сердце. И чем больше хорошего вы сделали, тем чище становится ваше сердце. И это мне напоминает еще об одном моменте, чему учат раввины. Если вы не поняли, почему вы делали их, это доброе дело, это не важно. Главное, что это доброе дело очистило ваше сердце. И когда вы посмотрите на Давида, вы увидите, что Давид тоже концентрировался на мотивации сердца. И Бог хочет, чтобы наши мотивы были верны. Но современный иудаизм учит, что мотивация это не самое главное, а самое главное это просто делать добрые дела. И пока вы делаете эти добрые дела, в конце концов, ваше сердце будет в хорошем, правильном состоянии. И вот так он понимал мораль и этику. В Писании говорится, что моральность основывается на сердце. А он учил, что моральность основывается на хороших поступках. И так же он говорил, что вы исполните все заповеди, в конечном итоге, если вы будете мучеником. Потому что мученик это тот, который идет на страдания ради того, чтобы что-то сделать. Здесь мы можем увидеть параллель с Исламом. И даже в наши дни мы видим, когда дети одевают бомбы. И они их учат, что это добрые дела. И все равно, какова мотивация их сердца, самое главное, что они просто это делают. И он видел, что в иудаизме у нас есть определенная миссия, и это миссия примирить мир с Богом. И вот почему он говорит, что Бог избрал народ, чтобы примирить весь мир с Богом. И также это избранность Божия, это Божье задание для нас. Но так же примирить мир не только с помощью добрых поступков, но и помочь миру понять сердца Бога. И наша роль состоит в том, чтобы приготовить путь миссии. и что мы приготовим путь до мира, чтобы мир принял миссию. И он понимал концепцию Царства Божьего. И наша ответственность рассказать миру о Царстве. И он очень сильно придерживался идеи соблюдения Шаббата. И когда мы будем соблюдать Шаббат, мы будем исполнять набожные дела, и это так мы приготовим мир к приходу Мессии. И поскольку он придерживался социальной этики, он верил, что мы должны готовить и учить мир социальной справедливости. И он поощрял, чтобы евреи были лидерами в обществе. И когда мы станем лидерами, то мы будем учить людей этики. И только одна проблема в этом возникает. И это, что мы учим мир, как делать хорошие поступки, и не обязательно привести свое сердце в нормальное состояние перед Богом. И поэтому он говорил, что евреи должны быть лидерами в обществе, но только с социалистической точки зрения. И поэтому мы видим, что в Исраиле, в Украине, и в Украине, и может быть, вы видите это здесь, тоже, что... И поэтому мы можем видеть в Исраиле, в США, и, возможно, здесь, что очень важно поступать правильно с социальной точки зрения, и не обязательно с моральной. И мы видим, например, в различных видах бизнеса, мы видим, где различные компании проводят социальные программы. И все это приводит нас к тому, что мы видим эти события только с внешней точки зрения, с внешней стороны, а не с внутренней. И это только делает еще больший вклад в то, что у людей сердце будет еще в большем хаосе. И это будет выглядеть так, все, что мы делаем, будут хорошие дела, хорошие поступки, это с внешней стороны. И не обязательно внутренность должна быть в хорошем состоянии. И это может выглядеть так, люди делают хорошие поступки, исполняют, но все это только снаружи, и это все только для того, чтобы делать. Но мотивации нет хорошей мотивации в этом. И такой образ мышления, он способствует лицемерию. И это хорошо, чтобы делать что-то доброе, потому что это доброе, даже если может быть мотивация не была хорошая. Когда поощряют вас делать добро, и это все хорошо выглядит снаружи, но мотивация внутри нехорошая. И такой образ мышления еще содействует развитию человеческих прав в защите. С одной стороны, это хорошо, потому что в одних странах у людей нет никаких прав. Поэтому, с этой точки зрения, еврейская мысль, мораль и этики вносит свой вклад. Это, возможно, такой случай, когда сатана что-то умышлял во зло, а Бог обратил это на добро. И так же ему очень нравится идея общинной жизни, общинного духа. И это также приводит к такому элементу, как толерантность. Когда мы должны относиться толерантно к поведению людей в различных культурах. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, не так уж все выглядит хорошо. Так как, с одной стороны, хорошо принимать людей такими, какие они есть, даже если они могут сделать что-то, что внутри у них изначально не была правильная мотивация. Например, вы видите кого-то, вы не согласны с его действиями, с его поступками, но вы относитесь к нему толерантно из-за этой морали, из-за этой этики. Из-за этой морали, из-за этой этики он говорил, что мы должны быть толерантны к миру, и толерантны к другим людям. И с такой точки зрения мы готовим мир к наступлению Царства Бога. С одной стороны, он выступал за то, чтобы быть неконформистами, не конфликтовать и не вступать в конфронтацию с окружающим миром. Потому что, если он адвокировал толерантность, и толерантливая различные культуры, или различные поведения, то, даже если кто-то был не конформист, то они хорошо. Они хорошо. Они хорошо. Если вы толерантны к другим формам поведения, вы поддерживаете их, что они другие, то вы все равно их поддерживаете. И это дает место идее свободы слова, идее свободы поведения. Например, в таком смысле, он был толерантным к гомосексуалистам. И он говорил, что намного важно относиться толерантно к другим, и мы принимаем их таким образом. И так он способствовал либеральному образу мышления. И хотя, с одной стороны, он осознавал существование Бога, и он возвращал евреев обратно к Богу, то, с другой стороны, он толерантно относился к другим формам поведения. И здесь также можно увидеть это противоречие. И это способствовало идее свободного стиля жизни. Другими словами, что не существует каких-то абсолютов. Или же, другими словами, намного важнее принять кого-то социально, чем сказать ему, что его поведение, его образ жизни неверен. И мы видим, что это становится основанием мирской еврейской мысли. Так как, с одной стороны, он одобряет осознание Бога людьми. Но также он верит, что Бог толерантно относится к различным формам поведения. Поскольку Бог – это Бог любви. Если Бог – это Бог любви, то он толерантно относится ко всем людям, и толерантно относится к всевозможному поведению. Потому что он верит, что глубоко внутри люди хорошие. И даже если эти люди не соответствуют Писанию, все равно они могут вписаться в картину благости Бога. Поэтому для него вера – это вера в доброту человеческую. Если мы люди веры, то у нас есть смелость, смелость в том, чтобы толерантно относиться ко всем людям. И это абсолютная противоположность библейской точки зрения на веру. И библейский аспект смелости – это послушание вере. Где гуманистическое представление – это иметь смелость, иметь смелость принимать всевозможные различные взгляды людей. Вы понимаете? Какие вопросы о том, что мы будем рассматривать мыслителя Франца Розенцвейга? И он представляет прорыв в его времена. И помните, когда вчера мы говорили о том, что Бог призвал еврейский народ. И он говорил, что он будет испытывать нас. И у нас всегда возникали возможности, и будем ли мы служить Богу, либо миру. Когда мы говорили о Маймониде, о Каплане, что на них оказала влияние греческая мысль. Поэтому их философия смешалась с греческой философией, а также со словом Бога. И помните, что мы говорили о важности взаимоотношения с Богом. И поскольку Когена и Каплана не были взаимоотношения с Богом, они не могли его понять. И во времена Розенцвейга произошло изменение, перемена в еврейской мысли. И Розенцвейг был первым еврейским мыслителем, который говорил о взаимоотношениях с Богом. И очень интересно, что он верил в Ишуа. Он учил в первой половине 20 века. И его двоюродный брат обратился в христианство. И Розенцвейг также очень близко подошел к христианству, но он так и не принял христианство, поскольку в нем было много язычества. Но поскольку он верил в Ишуа, и он понимал отношения отца и сына, то... Он понимал отношения отца и сына, поэтому у него было новое откровение. И также он видел, что европейское просвещение ввело к некоторым проблемам среди евреев. И он знал, что нужно приспособиться в обществе. И нужно было приспособление это сделать, поскольку они были открыты к мусульманской, к исламской культуре. И он также видел, что мир находится в беспорядке и мир нуждается в искуплении. И поэтому евреи должны были жить с надеждой свободы и с надеждой искупления. И также он понимал, что учение Когена привело к некоторым проблемам. И он видел, что учения Когена слишком были немецкими, и они были анти-сионистскими. Он верил, что Бог – это живой Бог, а не просто идея, как Коген. И он верил, что если у нас будут взаимоотношения с Богом, тогда Бог даст нам откровение. И также очень важно, он верил, что настоящее испытание, иудаизм проходит только тогда, когда есть настоящее взаимоотношение с Богом. И он верил, что эти взаимоотношения намного важнее, чем просто добрые поступки, дела. И он также видел взаимоотношения между трех принципами, и он это поднял, что он называл «стар» от Редемки. Также он видел взаимоотношения между тремя, назвал этот принцип как «звезда искупления». Во-первых, он называл «бог, мир и человек». Поэтому Бог – самый главный, и Он правит миром и человеком. И это означает, что мир и человек подчиняются Богу. И то, какие у них отношения происходят, что человек находится в мире, но не от мира. Помните, вчера мы говорили о толерантности? И это поможет мне объяснить, что такое толерантность. В other words, let's say the world is evil or sin is in the world. И человек должен жить в этом плохом и грешном мире. Но человек подотчетен Богу. Например, вы где-то работаете, и там происходит зло или грех в том месте. С одной стороны, вы должны толерантны быть к тому злу, который на работе. Но также вы подчиняетесь Богу, и вы подотчетны Ему. В первую очередь. Или же, допустим, ваш работодатель просит вас сделать что-то плохое. То вначале вы должны помолиться и подчиниться Богу. Иногда это означает, что нужно толерантно относиться к чему-то на работе. Но Бог откроет вам, скажет вам, что вы должны делать. Еще одна связь, цепочка. Творение. Откровение. Откровение. И искупление. Бог творит то, что существует в мире. И также Бог дает откровение человеку. И то, как Бог творит мир. Он открывает нам. Он дает откровение нам. Допустим, Бог что-то хочет новое создать. Он дает откровение, дает мудрость человеку. Также, давайте скажем, что Бог хочет создать школу, как МГБИ. Поэтому, Он дает откровение человеку. Поэтому, все те цели, которые Бог хочет достичь в мире, Он открывает Свои планы человеку. И в 24-м Псалме. Там сказано, что тайны Господа Боящиеся, боящиеся его. И Он открывает им его тайны. Поэтому, вот как Он видел, что человек находится в мире, и все они подотчетны Богу. Он видит Юдаизм, в сердце мира, и в центре всего, в сердце всего, это Юдаизм. А также, за пределами Юдаизма, то, что вышло из Юдаизма, христианство. Он видел это так. И в христианстве, Он видит, что оно дает надежду. Под Ним больше надежды появляется. И вот почему Он верил, что Иешуа был сыном Бога. И также, Он видел, что христианство – это как логическое продолжение иудаизма. И поэтому, если христианство было продолжением иудаизма, Он не видел необходимости в том, чтобы обратиться в христианство. И в десятых, двадцатых годах прошлого века не было мессианского иудаизма. Но Он также понимал взаимоотношения между Отцом и Сыном. Так же, Он понимал искупление. Что искупление нас ведет в будущее и дает нам надежду в будущем. Что оно способно примирить мир с Богом. И также примирить человека с Богом. Поэтому, когда мы говорим о чем-либо, что происходит в мире, будь то бизнес или какие-то войны, то, в конце концов, это будет искуплено, будет исправлено в будущем. Итак, мы видим проблемы в мире, и это беспокоит наше сердце. И вот такая надежда у нас есть, что в конце, в будущем, будет все искуплено, избавлено. И Он также ожидал наступление Царства Божьего. Помните, когда Иешуа молился, пусть придет Твое Царство, будет Твоя воля на земле, как на небе. Поэтому, Он думает, что все в будущем будет избавлено. И в конце придет Царство Бога и принесет искупление. Также Он видел чудеса. Также Он понимал важность молитвы. И Он верил, что если мы будем молиться, то будем видеть чудеса. И также, когда мы будем молиться, мы увидим искупление. И также Он верил, что Бог творит новое через чудеса. Бог всегда творит что-то новое. И поэтому Он понимал важность, насколько важно молиться. Наша молитва – это сотрудничество с Богом. И когда мы молимся, пусть придет Твое Царство, пусть будет Твоя воля, мы соглашаемся с Богом. И это дает Богу. Бог всегда имеет способность, чтобы делать чудеса. Но когда мы хотим Его, и мы показываем Его, что мы хотим Его, и нуждаем Его, и это когда Он двигается, Он делает чудеса. Бог всегда может творить чудеса, но когда мы хотим этого, и желаем этого, только тогда Он начинает действовать. Понятно, каким образом Он понимал это все? Его философия, понятно? Или же вопросы какие-то есть? Он также понимал, что Сын принес искупление в мир. И он понимал, что Отец и Сын – это двое, но в то же самое время это одноцелостное в Боге. Он понимал, что Сын должен был прийти в виде человека, для того, чтобы искупить мир. И вот именно в этом у евреев возникает проблема в концепции Отец-Сын. Но так же он понимал, что все же это концепция единственности в Боге. И так же он понимал, каким образом Сын может относиться к человеку, и как он может передать, проявить сердце Бога Отца. И так же он понимал концепцию понятия милости. И он думал, что милость важна в том, чтобы получить откровение. Ты как милость понимаешь любовь. И если у нас любовь, то мы можем получать откровение от Бога. И вот почему любовь – это ключевой момент, чтобы получить откровение от Бога. И это его понимание, этого не хватало в мысли Когена и Каплана.